Кератиновый шампунь для волос и стелкератин – полный обзор средства. Противопоказания Противопоказания шампуня стелкератин практически не имеет. Не подойти он может только девушкам, у которых есть аллергия на активные компоненты продукта. Поскольку состав шампуня далеко не органический, средство может вызывать раздражение, сухость кожи, головы и перхоть. Женщинам с чувствительной кожей его также использовать не рекомендуется. Фото да и после длительности эффекта использовать шампунь для восстановления стелкератин можно ежедневно или по мере загрязнения прядей. При длительном использовании одного и того же средства локоны начинают к нему привыкать. Выглядят даже после мытья головы они менее опрятны и быстрее пачкаются. Чтобы этого избежать можно чередовать продукты разных брендов. Эффект от использования продукта от стел недолговременный. Сразу после прекращения использования именно этого средства эффект будет практически незаметен. Средняя цена по РФ, цена по России на шампуни стелкератин колеблится от 300 до 800 рублей. В различных регионах стоимость может быть сменяться. На официальном сайте компании стел стоимость данного продукта составляет 410 рублей. Во флаконе 250 миллилитров. Литровую бутылку можно приобрести за 750 рублей. На различных сайтах, которые занимаются продажей косметических средств, можно купить со скидкой. Но цену придется постоянно отслеживать. Плюсы и минусы по отзывам в интернете однозначный вывод о шампуне сделать не получится. Многим он просто не подошел. Цена на продукт слишком завышена, а результата после использования нет. Однако есть и положительные отзывы, попробовать или нет, решать вам. А статья попробует рассказать о преимуществах и недостатках средства. Начнем с плюсов. Гладкие и блестящие локоны. Здоровый внешний вид прядей создает эффект ламинирования, облегчает. Расчесывание после мытья, даже без применения бальзамов и кондиционеров, заполняет пористые волоски, увлажняет и питает пряди. Запаивает посеченные кончики, способствует выпрямлению волос. Минусы по сравнению с аналогичными продуктами цена завышена, эффект сохраняется только при постоянном использовании этого. Шампуня расход требуется большой, ненатуральный состав, плохо смывается, кератин в составе на последнем месте. Это говорит о том, что в шампуне небольшая концентрация кератина может вызывать раздражение и сухость кожи головы. Многие отмечают, что шампунь и стел кератин сушат кончики и жирнит корни волос. Альтернатива кератиновому восстановлению – ботокс для волос. Узнайте больше о процедуре, благодаря нашим статьям, как сделать в домашних условиях, особенности ухода за волосами. После процедуры, можно ли делать во время беременности, ботокс для волос, глими, грыми, состав, цена, правила. Применение Инструкция Применение ботокса Эрола Плюсы Средства Полезные Видео Принцип работы Средства Истел кератин Это профессиональный шампунь для волос. Основное его назначение заключается в восстановлении и кератинизации локонов. Мягко очищает кожу головы и от кожного сала и загрязнений. Насыщает волосы кератином, придает блеск поврежденным прядям. Помимо обычных присущих шампуням свойств таких как очищение локонов от жира и грязи из тела обладает рядом преимуществ. Кератин, который входит в состав продукта, заполняет поврежденную пористую структуру волоса. После этого пряди становятся гладкими, меньше пушатся и выглядят более здоровыми. Рекомендуем прочесть, что такое кератин для волос, принцип его действия. Состав и свойства активных компонентов. Как и все шампуни, которые не относятся к органической косметике, из тела имеет в своем составе в основном химические вещества. Состав и свойства активных компонентов. Вода. Water. Кокамидопропилбетаин. Кокамидопропилбетин. Кокамидопропилбетин очищает кожу головы и волосы. Карбоксилот. Лаурет натрия. Содиум лорет. Минус 5. Карбоксилит. Очищает волосы от грязи и жира. Масло макадамии. Макадамия. Ойл. Устраняет шелушение кожных покровов головы. Придает блеск локонам. Пэльк. Сорокосторовое масло. Пэ. ИДЖИ. Сорокостор. Ойл. Смягчает локоны. Увлажняет. Создает защитную пленку на коже головы. Препятствует оспарению воды. Хлорид натрия. Содиум члорайт. Действует как слабый антисептик. Загуститель поликватерниум 10. Оликватерниум минус 10. Смягчает волосы во время мытья. Линолеол. Линолол. Лилял. Батилфенил. Метилпропенал. Гексилокоричный. Альдигит. Хёксилсинамал. Отдушки. Лимонин. Лимонин. Растворяет жир на прядях. Органовое масло. Органиэл. Увлажняет волосы. Придает блеск. Различные пенообразующие вещества, стандартные для шампуней, гидролизованный кератин, хайдролизет кератин, заполняет пористую структуру, делает локоны гладкими. Подготовка волос и проведение процедуры. Для усиления эффекта от истил кератин особое внимание и нужно уделить инструкции по применению продукта и подготовке локонов к мытью. Многие женщины считают, что подготавливать пряди к этой процедуре не обязательно. Такое мнение является заблуждением. Перед мытьем головы пряди следует тщательно расчесать гребнем с редкими зубчиками, а затем намочить локоны водой. Инструкция по применению. Намочить пряди прохладной водой, выдавить небольшое количество шампуня на ладони, добавить немного. Теплой воды, консистенция и средство должна стать жидкой. Вспенить шампунь на ладони, нанести на мокрые волосы и массирующими. Движениями втирать в кожу головы, промывать пеной всю длину волос не нужно, достаточно промыть волосы возле корней, смыть большим количеством прохладной воды. Промывать волосы нужно тщательно, чтобы на них не осталось шампуня. Если локоны склонны к жирности, их дополнительно можно ополоснуть водой с уксусом или лимонным соком. Противопоказания Противопоказаний шампуни стел кератин практически не имеет. Не подойти он может только девушкам, у которых есть аллергия на активные компоненты продукта. Поскольку состав шампуня далеко неорганический, средство может вызывать раздражение, сухость кожи, головы и перхоть. Женщинам с чувствительной кожей его также использовать не рекомендуется. Длительность эффекта использовать шампунь для восстановления стел кератин можно ежедневно или по мере загрязнения прядей. При длительном использовании одного и того же средства локоны начинают к нему привыкать. Выглядят даже после мытья головы они менее опрятны и быстрее пачкаются. Чтобы этого избежать можно чередовать продукты разных брендов. Эффект от использования продукта от стел недолговременный. Сразу после прекращения использования именно этого средства эффект будет практически незаметен. Средняя цена по РФ, цена по России на шампуни стел кератин колеблится от 300 до 800 рублей. В различных регионах стоимость может быть сменяться. На официальном сайте компании стел стоимость данного продукта составляет 410 рублей. Во флаконе 250 миллилитров. Литровую бутылку можно приобрести за 750 рублей. На различных сайтах, которые занимаются продажей косметических средств, можно купить со скидкой. Но цену придется постоянно отслеживать. Плюсы и минусы по отзывам в интернете однозначный вывод о шампуне сделать не получится. Многим он просто не подошел. Цена на продукт слишком завышена, а результата после использования нет. Однако есть и положительные отзывы, попробовать или нет, решать вам. А статья попробует рассказать о преимуществах и недостатках средства. Начнем с плюсов. Гладкие и блестящие локоны. Здоровый внешний вид прядей создает эффект ламинирования, облегчает. Расчесывание после мытья, даже без применения бальзамов и кондиционеров, заполняет пористые волоски, увлажняет и питает пряди. Запаивает посеченные кончики, способствует выпрямлению волос. Минусы по сравнению с аналогичными продуктами. Цена завышена, эффект сохраняется только при постоянном использовании этого. Шампуня. Расход требуется большой, ненатуральный состав, плохо смывается. Кератин в составе на последнем месте. Это говорит о том, что в шампуне небольшая концентрация кератина может вызывать раздражение и сухость кожи головы. Многие отмечают, что шампунь из тел кератин сушит кончики и жирнит корни волос. Альтернатива кератиновому восстановлению – ботокс для волос. Узнайте больше о процедуре, благодаря нашим статьям, как сделать в домашних условиях, особенности ухода за волосами. После процедуры, можно ли делать во время беременности, ботокс для волос, глими, грыми, состав, цена, правила. Применение инструкция применения ботокса П. Эрола плюсы и средства полезные видео. Обзор ухода для волос с кератином и стел. Техника кератинового восстановления тестель.